Память питает жизнь и делает ее полнокровной. Мемориальный комплекс Брестского гарнизонного кладбища – это местный концентрат павших во Второй мировой войне. Территория кладбища стала последним пристанищем братской могилы для 68 военнослужащих, которые здесь обрели вечный покой. Всего на гарнизонном кладбище насчитывается порядка двух тысяч захоронений. В День Радуницы их память пришли почтить брещане всех поколений. Обращаясь к присутствующим, ветеран Великой Отечественной войны, малолетний узник фашистских концлагерей Эдуард Михайлович Зимовец напомнил страшные факты и цифры былой войны. Обращаясь к юношам и девушкам, он призвал не забывать о героях, павших на полях сражений. Я не говорю уже о десятках тысяч молодых девушек, которые, не выйдя замуж, остались домом. Не говорю о тех матерях, которые потеряли своих детей, мужей. Это больно в сердце, и поэтому заклинаю их, чтобы они помнили это, чтили их память и передавали эту память своим детям. Сегодня утром на пантеоне гарнизонного кладбища убили скопавшим за родину. На травмную церемонию в честь павших воинов собрались ветераны и школьники, военнослужащие Брестского гарнизона, священнослужители и представители администрации Ленинского района. Сегодня у нас особый день поминовения тех, кого нет сегодня с нами. Ну и, конечно же, находясь на этом кладбище, чувства очень трепетные, потому что здесь покоятся похороненные люди, которые отдали свою жизнь, защищая Отечество. И они сегодня являются примером для нас, примером преданности Родине, примером беспримерного мужества. Именно благодаря им вот когда-то они отстояли свою Родину. Поэтому сегодня мы должны уже, скажем, на мирном поприще, своим трудом, отношением к труду, должны также, скажем, доказывать то, как мы любим свою Родину. Но уже, дай Бог, в мирном русле. Несмотря на печальные воспоминания о близких, которых уже не вернуть, Радуница как бы обязывает людей не углубляться в переживания по поводу смерти родных, а наоборот, радоваться их переходу в жизнь вечную. Для нас торжество – это победы. Победы Христа над смертью. Это торжество той силы, которой нельзя было удержать в броби, в аду. И человечество всегда искало бессмертия. И вот Христос его дарует. Это, получается, вся история существования этого искала, обрела. Поэтому радость несоразмеримая. И как мы, верующие в бессмертие, идем к тем же, кто уже представился, как живым. И с этой радостью делимся и с ними. И, конечно же, молимся о том, чтобы воскресение из гроба совершилось, и их тоже. Чтобы они были не просто радовались этому, а были сопричастны или участниками воскресения Христова. Православные люди верят, что победа жизни над смертью, одержанная воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными. И потому все мы с пасхальной уверенностью и надеждой стоим у надгробия усопших. С чувством радости, с чувством благоденствия какого-то. Потому что на самом деле, что это единственный день в году, когда семья может объединиться. И живые, и почившие уже люди. Поэтому только светлость в душе, свет. Ну, чувства светлости такой у меня нету вообще. У меня более так воспоминания, мысли, разумья о жизни, о смысле жизни. Ну, очень приятно, что есть такой праздник, который можно просто уделить спокойно, без суеты, без работы, без сдачи. Побыть наедине с родными, с близкими и так далее. И порадовать. И порадовать. Радуемся. Мы радуемся очень, потому что все здесь слышат нас. И наш Николай Николаевич, Царство Ему Небесное, он тоже рад, потому что мы все с семьей пришли к нему. Радуемся и вспоминаем на день несколько раз своих любимых. Смысл радуницы и заключается в том, чтобы поделиться с усопшими радостью воскресения Христова, чтобы еще раз с ликованием произнести «Христос воскрес!». Субтитры создавал DimaTorzok